Сегодня полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел в Чебоксарах окружное совещание по подготовке регионов к весеннеполевым работам. В отличие от других отраслей, для сельского хозяйства страны наступили относительно благополучные времена. Политика санкций и контрсакции освободила торговые ниши для отечественных товаров на российском рынке. Бюджет развития агропромышленного комплекса на 16-й год значительно вырос. Он составляет 237 миллиардов рублей. Выдвижение началось еще в прошлом году. Итогом 2015 года, что российское хозяйство демонстрирует устойчивый рост. И, собственно, самое отрадное для нас, мы видим, что целый ряд предприятий, хозяйств сегодня активно наращивает свои обороты. Даже в непростых экономических условиях инвестирует в модернизацию своих производственных мощностей и заполняет ту нишу, которая раньше была занята импортными продуктами. В округе в 2015 году выросло производство яиц и молока, мяса скота и птицы. У нас в основном средний класс и плюс малые формы хозяйствования. За последние годы было привлечено 26 миллиардов льготных субсидируемых кредитов. Улучшилась культура производства. Произошла механизация ручного труда. Но есть и проблемы. Особая озабоченность вызывает низкий сбор зерновых культур и снижение поголовья крупного рогатого скота. В ходе совещания был проведен анализ болевых точек и намечены пути решения. Глава Чувашии попросил при распределении субсидий этого года учитывать специфику регионов, чтобы хозяйства республики смогли вовремя получить финансовую поддержку из Москвы. Татьяна Молкова, Ольга Пырочкина, Андрей Спирдонов, Республика. Продолжение следует...